Здрям подписчикам и проходящим мимо зрителям. Короче, я все-таки созрела, жила, скорее всего, и решила таки записать обзор на свою кастрюльку, которую сегодня получила. Кстати, вот в Азоне мне должны были ее доставить 11-го, по их словам, в мыле. Короче, заказ, но доставили буквально вчера. Вообще, когда я забирала сегодня, мне сказали, что доставили намного раньше, но СМС-ку прислали только вчера. Ну, короче, не суть. Была такая большая озоновская коробка. Упиханная она была такой бумагой, которая обычно запегачивает, чтобы ничего не побилось. Я решила не показывать эту бумагу с коробкой, потому что я уже это все достала и даже не думала, что я буду обозревать, потому что полдня была дико уставшая. Вообще, переезд такой геморр конкретный. У меня до сих пор вот все еще вот с прошлого вторника, как он начался, так вот и есть. Благо, все эти справки у вас уже закончились, и осталось чисто там вот вещи паковать и в другом месте мусор выносить. И вот сегодня я выносила мусор, семь раз сходила до помойки туда и обратно. И, короче, очень это выматывает. Вообще дико у меня болят кости, ноги, руки болят. Вот ванна практически каждый день случается. И все равно как-то я... Ванна это мне не помогает в этом плане, чтобы он там устал и ничего не блеет. Короче говоря, в общем, я решила, что я хочу сама себе сделать подарок на новоселье. Как-то так. Вот так вот упакована эта кастрюлька. Это вообще пароварка. Ибо я, наверное, уже в каком-то видосе говорила, в предыдущем, скорее всего, что я там что-то как-то... Ну, тут-то я тупо не мыла, но она уже была такая... Там можно было, допустим, несколько котлеток сделать, а вот овощи в ней уже не пароварить. А вот, кстати, вот никогда не делала так, но один товарищ мне говорил, что надо как-то овощи на пару делать, а не как-то вот такие вот вся офигеть питательные будут, полезные и т.д. Ну, короче, я зашла на Озон, глянула, то-се, почитала отзывы, и вот эта штука мне очень понравилась. Два с половиной литра она. Так как я вообще без понятия, как она по объемам была, я боялась, что она будет очень большая, но она не то, чтобы в два раза меньше, ну, чисто вот по упаковке, но, ну, может, полтора. Ну, короче, она меньше той кастрюли, которая у меня от бабуси осталась. И, кстати, мы с другой бабусей, бабушкой, последняя бабушка из клана Смирновых, оставшаяся тут вообще. Короче, получилось так, что мои красненькие ножнички мы уже упаковали. Другие ножнички единственные, большие, в соседней комнате. И у меня с собой только тут кусачки, я вообще тупо что-то забыла, что надо бы мне эти ноженки. Чем я типа вскрывать-то это буду? Ну, короче, вот сейчас я это буду тут вскрывать. Да, я тут это типа наманикюрилась, но у меня тут, правда, все портит, наверное, зеленое пятно от зеленки. Кстати, зеленка просроченная, почти не дерет, но кровь хорошо останавливает. Как бы моя маман сказала, бандитская пуля. Кто-то просил записать, кажется, Ева, не помню фамилию, может, Соболевская или как-то так. Короче, Ева с фамилией животного просила записать кусочек, хотя бы кусочек, как я вот это все собираю. Это, знаете, очень геморрно. Вот я не знаю, это показушно было бы ставить штатив, штатив у меня уже убран. И записывать, как я вот это собираю. Люди, если вы собираетесь в школу, на работу, в универ или еще что-то, вот умнешьте это раз на сто, то же самое. Короче, вот фоном там вот эти белые пакетики, в каждом пакетике дужки мелкие, вот типа вот таких. Потому что они у меня лежали в косметичке, и по ходу дела пара самопальных духов у меня, в одних крышечка завертывается, а у других уже из-под флакончика и фрошевских каких-то духов, и по ходу дела что-то протекло. Сейчас я зевну и вентиляюсь. Ну, у нас уже вроде как-то 10 с чем-то вечером. Наверное, нормально зевать, учитывая, что я несколько дней так конкретно не высыпалась. Сегодня я вроде более-менее выспалась, но все равно как-то я так. Еще, по-моему, у нас за окном дождь идет, судя по звуку. Я на днях тут еще под какой-то дождь попадала, дождь и снег какой-то. Ну, короче говоря, вот я убрала вот такие вот, где оно, вот такие пакетики. В каждый пакетик, под отдельный пакетик какие-нибудь мелкие дужки. И вот они там на кровати лежат, завтра какую-нибудь коробку зафигачу. Это вот как раз кусочек того, что, как там просили, вот, ну, типа, как это все происходит. О, слушайте, кусочки вот я... О-о-о-о! Это даже, наверное, каким-нибудь там любителям звука понравилось бы. Да, вот здесь вот такая наклеечка. И что у нас тут написано? Спецторг, группа компаний. Тут у нас, сканирую это, и номер тут. Если вам захочется такую же кастрюльку, то на озоне номер вот этой штуки 11-40-30-70-11. И тут у нас, кстати, что хочу сказать. Кастрюля-пароварка 2,5 литра с мет... Видимо, металлической крышкой. Она алюминиевая, по-моему. Да, алюминий листовой. Сорт первой, количество штук одна. Арт 144-25. Используется для приготовления пищи, хранения и переноски пищевых продуктов. Одна двухъярусная. Ее, то бишь, можно использовать как кастрюлю-пароварку, а как можно... И можно просто как кастрюлю. Дабы что-нибудь... Какой, блин, звук. Не знаю, как эти смрисы там получили, но, по-моему, такой звук вообще это... Пытки какие-нибудь делать для ушей. И вот тут у нас волшебная пупырка. До хрена и больше. Слушайте, как хорошо эти озоновцы упаковали. Озоновцы, спасибо. Вот у нас тут вот такая вот чудо-счастье. Вообще, в камене так было написано, что кастрюлька выглядит как Советский Союз. Типа того, что если вот на какой-нибудь суперсовременной кухне ее кто-нибудь увидит, то она будет как-то не вписываться. Не знаю, будет ли она вписываться или нет, но она мне очень понравилась. И вот именно... Вот прям такую и хотела. И вот она... Она мне, слушайте, котелочек какой-то напоминает. О, алюминий, металлург, рус, кастрюля двойная для варки на пару. Я, кстати, прочитала там, что она это... Калитва или калитка. Наверное, уже не прочитаю. А бумажка... Меня там на кровати за ней идти надо. В общем, вот тут у нас крышечка. Кверх ногами обернутая. Ну, чтобы воткнуться. Как клево там. Обернута бумажкой. Прям распаковка посылки практически. Вот бумажка тут у нас. Да, это все счастье. Там мне еще ложечка была. Тоже ложечку покажу. Обошлось мне 684 ремесер с доставкой. Вот тут такая пластиковая крышечка. Калитва. Калитва или калитва ХЗ. Белая калитва. Есть такое. Вроде город какой-то есть белая калитва. Где-то в Ростовской области, если я ничего не путаю. Или белая калитка. Ну, короче, какая-то белая на К. Это город в Ростовской, который на Дону, области. У меня там одна знакомая все время жила. Тут вон годиком крест-накрест такой вот дайечкой или чем-то таким вот приделанным болтиком. Короче, такая классная крышечка. Да, вот она в два раза меньше получается, чем та, которая у меня была. Очень удобно. На одного человека вполне хватит. Тут, наверное, влезет, ну, так вот, небольших 4 котлетки. Или 2 котлетки, если больших. Ну, средних, обычных таких котлетки. Но, по крайней мере, удобно. И вот, ну, чисто для меня нормально. Я думаю, что самое то, для каких-нибудь эльфий. Вот она. Тут-то я благополучно сдала в этот металлолом. В общем, вот тут у нас такая штучка. Не буду, наверное, эти бумажки пока убирать. Потому что хоть, может быть, я дни что-нибудь еще сготовлю. Я тут еще дней 10 бытовать буду примерно. А если буду паковать, хотя, в принципе, ну да, лучше бумажки не убирать. Буду паковать эти же бумажки в собачью. Тут у нас, в общем, вот такой вот маленький котелок. Такие ручечки, слушайте, такая клевая. Такая красивая кастрюлька. Жизнь бы не подумала, что буду радоваться кастрюльке. Что вообще кастрюльку буду заказывать. Как бы сказала моя подружка Маша, баба бабская. Это когда человек, который как бы не бзикнут на домашнем хозяйстве и прочей такой хренотени, внезапно вот начинает, ну, нетрадиционной такой фигней для себя заниматься. Допустим, вот готовка, ну, или вот там покупка кастрюльки, вот, ну, нетрадиционно для меня. Вот такая классическая рфя вроде как бы такое не делает. Иногда такое дело это называется у нас баба бабская. Калитва. Кастрюля двойная для варки на пару. Алюминиевая. Травливая. Травленая. Травленая. ХЗ. В общем, вот он, слушайте. Рекомендации по эксплуатации. Перед использованием новое изделие к наружной внутренней поверхности необходимо вымыть теплой водой с мягким моющим средством и тщательно промыть проточной водой. То бишь сначала тупо ее помыть. Хорошо, помоем. Сегодня все равно ничего готовить я уже не буду. Посуда предназначена для приготовления пищи, но не для хранения. Хорошо, будем знать. Запрещается использование алюминиевой посуды для приготовления и хранения кислот, щелочей и продуктов, содержащих данные вещества. Маринадов, рассолов. Никогда вроде такой хренью не страдала. Ну да, я тут это как-то опять мониторчик у меня потух. Не потухай мониторчик. Прокипятила по незнанию. Точнее может не по незнанию, сколько по уставшести. Прикольно. Короче, вот она вот такая. Я думаю, что, наверное, эту наклейку тоже потом надо будет отсобачить. А может сама отсобачится, когда я ее буду, в смысле, кастрюльку буду мыть. Классная кастрюлька. Суперская кастрюлька. Конечно, был вариант зайти в какой-нибудь люкс. Альянс вот в угличе закрылся. Не знаю, когда. Вот внезапно мы так как-то с тюдей моей искали люстру мне в Новохату. И зашли туда. Там были такие классные люксы. Вообще классный магазин был в угличе Альянс. И давно он уже этот был. И внезапно вот он закрылся. Теперь одни шмотки. Жалко, короче. Ну, в общем, можно было бы купить какую-нибудь в каком-нибудь люксе кастрюльку. Сейчас зевну. Ну, а где вообще эти кастрюльки продаются? Ну, я что-то так увидела ее. Вот знаете, мало того, что там онлайн вам дофига хороших было, так я еще увидела ее. Она как бы с монитора на меня смотрела. И как бы... Вот если бы я была в магазине, она бы, наверное, мне сказала, Лёля, ну купи меня. В общем, она примерно так, наверное, и сказала. Вот. Она вполне себе сюда вставляется. Две такие ручки. Как моя тетя сказала, они, конечно, будут нагреваться. Ну, как бы для этого существуют прихватки. В общем, вот такое чудо. Это мы выкинем, а это нам на что-нибудь завернуть. У меня много чего завернуть. И второй у меня такой заказ, что-то она вообще какие-то копейки, 26 рублей стоила или 28, ну, или 30, или 50, я не помню. Ну, что-то, в общем, 556, по-моему, была кастрюля, 99 доставка. И вот вычтите из 684 вот это все, и получится цена ложечки. Ложечка, если кому интересно, отсканирую это в приложении Озон 1130322606. Ложечка с дырками. Потому что тут я свою ложечку, слушайте, какая красивая, с рисуночком. Мне еще на фотке казалось, что она меньше, чем та ложечка, которая у меня обычная ложечка. Мне казалось, что она чайная. Я что-то подумала, если начайная, какие будут черпать. Ну, я ее потом сравню по размеру с той ложечкой, которая у меня еще жива, хоть и слегка, ну, еще немножко темная. В общем, ложка шумовка. Никогда не думала, что шумовка, это вот именно вот эта ложка с дырками так называется. Потому что у меня несколько шумовок. Такие, типа, как поварюшечки, плоская, маленькая, плоская, побольше. И такая вот, пельмешки доставать. Так, поставщик, рай какой-то, Москва, бла-бла-бла. Завод Демидовский. Она тут в такой, вон, с ледяной пакетик зафигаченом. Сейчас мы его кусачками отсобачим. Кусанем. Что-то не кусается. Вот, кусанулась вроде. Ай, нет. Да, вот надо было ножницами все-таки, за ножницами все-таки сходить. А то сейчас будет тут, разрежь меня. Вот, досталось. Прям стяще. Прям варилось серебро практически. Только что алюминий. На ложечку тоже был хороший такой отзыв какого-то человека, вроде женского пола, который написал, что именно та самая, по типу той самой советской ложки. И, в общем, типа человек понял, что именно эта ложечка ей нужна. И я поняла по ее отзыву, что именно такую ложечку мне и надо. Я вообще тупо забила на зоне ложку с дырками. Оказалось, ну, будто узнала, как она называется. Ну, конечно, вот-вот то, что наклейка на ложечке, вот это минус. Потому что, ну, ее же надо отсобачивать. Вот и что это? Вот буду я снимать, значит, этой ложечкой пенку со своего свиного мясика. А тут еще вот эти всякие бумажки. Конечно, я подозреваю, что ее тоже надо будет помыть для начала. Но вот как-то не до конца она. Азон, не фигачьте наклеечки на ложечке. Фигачьте наклеечки на пакетике. Очень неудобно в этом плане. Скажем так, дизлайк, дизлайк. Ну, на самом деле, может, это как-то принято, но... По мне, лучше бы это на пакетике было. Потому что вот оно отсобачивается и уже вот как-то не камельков. И не каждым ногтем это отсобачишь. В общем, я надеюсь, что когда ее буду мыть, она отвалится сама. Потому что тут вот, допустим, две дырочки заклеены получились. Ну, что это за нафиг такой? А так очень классная ложечка. Очень удобная ложечка. Ложечка. Ложечка с рисуночком. Правда, на ней не написано. На другой стороне, как вот на советских ложечках, там цена столько-то копеек. Правда, она и не копейки стоит. Но прикольная ложечка. Сейчас я все-таки попробую эту хрень пальцами отсобачить. Да, придется все-таки это отмывать. Дырочки как надо, как вот в отзыве было. Короче, крутая ложечка. Я доволен. Несмотря на то, что вот эта вот наклейка на этой ложечке с какого-то хрена вообще наклеена. Ладно. В общем, вот такой у меня видос. Я еще в какой-то момент подумала, может, я забыла на запись нажать, потому что я вообще, из-за того, что я дико уставшая, я слегка рассеянными местами. Так, несколько дней уже. А, да, еще тут насики где-то написали, я тут что-то тыркнула с ним, но думаю, давно про меня не писали, нахуй, может, что-то писали все-таки. Короче, говоря, насики тут писали, что если в моей хате будет ремонт, то меня никто смотреть не будет. Что, типа, меня смотрят только потому, что в моей хате нет ремонта, типа, такого ремонта. Вот проверим это. Там вот, не могу сказать, там, недели через две, через три, потому что какое-то время у меня, возможно, там еще и интернета не будет. Ибо заявку я еще не отдавала, не относила, не ходила я еще в Яртеле сервис. Интернет у меня будет дороже, чем сейчас. Сейчас у меня 340. Правда, он слегка тормозит последние пару дней. Посмотрела я там цены минимум, по-моему. Ну, минимальная цена на проводной интернет, 480 в месяц, триндец. Но по мне лучше Яртеле сервис, чем непонятный Ростелеком, за который ты сначала платишь, а потом непонятно что. Был у меня с ними опыт. Вот Яртеле сервис все-таки, вот, Ростелеком, вот. Короче говоря, какое-то время, возможно, у меня там не будет сети, поэтому в сеть я выходить не буду, то бишь ничего заливать не буду, но мне пообещали добрые родственники, что я могу выходить с нетбучиком от них и переводы свои ваять для Рендропс. Так что вот, всем спасибо за просмотр. Ну и да, вот посмотрим, как это. Будете ли вы меня смотреть, если у меня, как бы, вид моей хаты уже другой, вот, слегка не такой, как сейчас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok